Добрый вечер, в эфире Вестник Городской Думы, в студии Евгений Макитрюк. Городской бюджет на 2014 год принят. На внеочередной Думе 5 декабря за него единогласно проголосовали все депутаты. Стоит отметить, этому предшествовала огромная работа над главным финансовым документом. Проходили публичные депутатские слушания, заседания комитетов и рабочие встречи. Каким в итоге получился бюджет будущего года, расскажет наш корреспондент. 4 миллиарда 280 миллионов 513 тысяч рублей – это расходы городского бюджета на будущий год. 65% этой суммы – траты на социальную сферу, причем в основном на образование. Планировать этот бюджет было сложнее, чем обычно, признаются специалисты. Во-первых, помимо доходов и расходов будущего года, надо было наметить основные цифры на так называемый плановый период 2015-2016 годы. Во-вторых, верстался первый трехлетний бюджет в экстремальных условиях. Тяжело в том плане, что работы было у финансового управления очень много. Мы знаем, что было наводнение, и вся администрация, и аппарат, думаю, работал с подтопленцами, производились выплаты. Поэтому в такие сроки сжатые пришлось работать администрацией. Но у нас прошли и публичные слушания, и депутатские слушания, и комитеты. В ходе всех обсуждений в проект бюджета были внесены кое-какие изменения. Например, по предложениям депутатов удалось изыскать средства на покупку ледоуборочного комбайна для единственного в микрорайоне катка «Олимпик», на финансирование детского морского центра, на проектно-сметную документацию для будущего капремонта улицы Железнодорожной и другие цели. Также удалось увеличить на 4 миллиона сумму, запланированную для ремонта четвертой школы. Ее здание является историческим памятником. К тому же в будущем году беспрецедентные суммы по 60 миллионов рублей пойдут на строительство школьных стадионов и детских дворовых площадок. Все обсуждение бюджета прошло в предыдущий месяц на заседаниях комитета в слушаниях и рабочих встречах. По результатам всей этой работы комитетом вынесено на Думу заключение, состоящее из 8 пунктов. Результативная часть заключения комитета рекомендует депутатам Благовещенской думы утвердить бюджет с учетом поправок к предложенным комитетам. На самом же заседании думы у депутатов возникали только единичные вопросы к специалистам финансового управления администрации, например, по программе обеспечения жильем молодых семей. Сколько средств в этом году заложено, в 2014 году, на новый бюджет, по сравнению с прошлым годом? И третий вопрос, нам федеральные или областные деньги еще приходят на вот эту программу? Первоначальный план у нас был 4 миллиона и 14 мы точно так же оставляем 4 миллиона первоначальный план. Соответственно, в ходе исполнения бюджета, если нам добавляются федеральные средства, мы изыскиваем такую возможность, чтобы предусмотреть большую сумму. Увеличение, возможно, весьма значительное. Так, вместо первоначальных 4 миллионов на сегодняшний день в бюджете 2013 года на данную программу предусмотрено уже 24 миллиона. То, что бюджет как живой организм способен со временем видоизменяться, подчеркивают все специалисты. Поэтому в течение всего будущего года при поступлении новых доходов в него будут вносить дополнения. Кстати, собираться всем составом депутаты в этом году намерены еще не раз. Следующее внеочередное заседание Думы намечено уже на следующую неделю. 10 декабря депутаты соберутся по просьбе финансового управления администрацией города. Им необходимо внести изменения в бюджет уходящего года, чтобы успеть освоить поступившие деньги. А 19 числа пройдет уже очередное заседание Благовещенской городской думы. На нем рассмотрят плановые вопросы и подведут итоги работы за год. При формировании бюджета особое внимание депутаты уделили социальной сфере, в том числе развитию детского спорта и других видов досуга. Так, 5 миллионов рублей выделили уникальному учреждению дополнительного образования – детскому морскому центру. Почему эти деньги так необходимы ребятам и чему они учатся у опытных моряков, об этом расскажет наш корреспондент. Что означает всему классу вопрос – белую или красную? Что значит? Ответ на этот и многие другие вопросы молодой преподаватель узнал, сидя за партой в этом самом классе. 8 лет он сам обучался в детском морском центре, что и дало ему путевку в жизнь. Теперь капитан судна, а по совместительству педагог, передает опыт подрастающему поколению. Мы ходили на кораблях до Селемжи, у нас было 3 смены по 15 дней. Сейчас последние 3 года начали ходить, хотя бы до Белогория у нас ходим мы на остров, там проходит у нас детский лагерь морской. Дети там несут вахты, занимаются судами, приборки, мероприятия культурные. Только зимой, когда корабли в спячке, курсанты занимаются в классе. Хотя это не так интересно, как ходить на корабле, но все же необходимо, ребята это понимают. Изучаем строение корабля, изучаем строение шлюпки, также изучаем океаны, изучаем как правильно ходить по реке, как не наткнуться на мель, не наткнуться на скрытые провода, где правильно встать на стоянку, ну и так далее. А каждое лето курсанты отправляются в путешествие по Азии и отрабатывают на практике все полученные знания, вплоть до самостоятельного управления судном. Благо на балансе учреждения их сразу три. Рубин 57-го года выпуска, Юнга 58-го и Заря 69-го. Возраст немалый, и по правилам со следующего лета спускать их на воду уже нельзя. Сначала суда должны пройти дорогостоящий техосмотр. А своих денег на него у морского центра нет. Руководство обратилось за помощью к депутатам. Те помогли. В ходе обсуждения городского бюджета на 2014 год народным избранникам удалось изыскать 5 миллионов рублей на поддержку своих подопечных. Ведь городская дума уже давно взяла шефство над этим уникальным учреждением дополнительного образования и оказывает ему всестороннюю помощь. Теперь, после выделения 5 миллионов на содержание судов, юные моряки могут быть уверены. Их ежегодные плавания обязательно будут продолжаться. Может ли пенсионер получить льготу по оплате электричества, если печь в его доме не работает, и он вынужден отапливать жилье обогревателем, а еду готовить на маленькой электроплитке? Такой вопрос, поступивший от горожанина, рассмотрели депутаты на заседании Комитета по экономике собственности и ЖКХ. Причем частный случай помог вскрыть более глубокую проблему. Пенсионер, подавший заявку, проживает на Первомайской, 14. Барак признан ветхим и подлежащим сносу. Расселить его обитателей в новое жилье должны к 2015 году. Но за это время, подсчитал заявитель, он смог бы сэкономить более полутора тысяч рублей. Для 77-летнего пенсионера сумма значительная. Поэтому он и попросил дать ему возможность пользоваться понижающим коэффициентом при оплате электроэнергии. Однако выполнить просьбу оказалось не так просто. Законодательно есть порядок применения понижающего коэффициента при использовании именно стационарных плит при условии приведения дома в надлежащее техническое состояние. Вопрос по применению понижающего коэффициента с нестационарными плитами законодательно не урегулирован и не рассматривается. И такое на законодательном уровне невозможно. Оборудовать ветхий дом стационарными плитами слишком дорого. Однако проблема касается всех жителей таких бараков. Так что на эти решения депутаты все же намерены. Мы рекомендовали администрации решить вопрос с управляющей компанией, в которой администрация является учредителем благоященской управляющей компании, чтобы помогли оформить необходимый пакет документов людям. И согласно этому пакету документов, возможно, даже не потребовалась прокладка каких-то дополнительных кабелей и установки чего-либо дополнительного оборудования. В ближайшие дни народные избранники и коммунальщики выйдут на место и попытаются вместе с жителями найти другие, более доступные пути решения. Например, элементарно отремонтировать печи. Еще одной мемориальной доской в городе станет больше. Таким образом, Благовещенские решили увековечить память заслуженного врача Анатолия Чурина. Он проработал хирургом 41 год. Из них 31 в детской городской больнице. Одним из первых в Преамуре начал практиковать операции у новорожденных с тяжелыми пороками внутренних органов. Свой опыт передал нескольким поколениям медиков. Жизнь самого заслуженного врача оборвалась на рабочем месте. С инициативой увековечить его память городским властям обратились коллеги Анатолия Чурина. Установить мемориальную доску они планируют на здании детской горбольницы. Комиссия по увековечиванию памяти граждан исторических событий на территории муниципального образования города Благовещенска считает возможным установить мемориальную доску на фасаде данного здания. Имеется соответствующая документация представлена, имеется и обоснование. Члены комитета по соцвопросам инициативу одобрили, а через две недели вопрос вынесут на голосование на очередном заседании городской думы. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в это же время ровно через неделю. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова